Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Выбор будущего. Представители профсоюзов обсудили законопроект о Всебелорусском народном собрании. Идет действительно народовласть, действительно идет обмен мнениями. Почему не нужно оставаться в стороне? Неудачный эксперимент. В Бобруйске зарегистрировано два случая отравления мухоморами. Наличие токсических элементов в данных грибах. Какие первые признаки? Гастрономическое удовольствие. Пицца «Браво» больше 70% продуктов заказывает у белорусских производителей. Будем рады видеть вас в нашем заведении. Чем удивляют гостей? А также рекордный урожай, зимний дизель и сырная индустрия. Страна расширила производство молочной продукции. Что в ассортименте? Будущее страны – дело каждого. Новый законопроект о Всебелорусском народном собрании. Тема номер один на диалоговых площадках по всей республике. Одна из таких прошла во второй детской школе искусств имени Оловникова. Какой новый статус в НС? Как оно будет работать? И кто станет делегатом? Что даст орган народовластия, аналогов которому нет в мире? И чьи инициативы учтут? Вопросы, волнующие каждого белоруса, стали предметом обсуждения представителей Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма. Идет диалог с людьми, напрямую общаешься. Люди могут задавать вопросы любого плана. В нашем пространстве, медийном, информационном, люди зачастую на местах, они должны вот именно в таком диалоге воспринимать все новшества и какие-то свои предложения высказывать. Тогда идет действительно народовласть, действительно идет обмен мнениями. Всебелорусское народное собрание – это новый такой законодательный орган, который будет представлять все общество нашей республики Беларусь. И очень почетно, что основную роль в этом будут играть тоже профсоюзы, которые уделяют очень большое внимание жизнеобеспечению, работе, поддерживают наших простых тружеников. Высший орган народовластия наделен большими полномочиями, в том числе делегаты будут участвовать в формировании программ социально-экономического развития. Принять законопроект ОВНС планируют до марта 2023-го. Сегодня завершается его общественное обсуждение. С 24 октября предложения и замечания собирали на правовом форуме. Их поступило более 130. Все мнения обобщат и самые прогрессивные учтут при подготовке окончательной редакции закона. Красная шляпка в Крапинку. В Бобруйске зарегистрировано два случая отравления мухоморами. Попробовать дары леса решили молодые люди, причем намеренно, в качестве лечения. Эксперимент закончился отделением реанимации. Стоит знать, даже белые грибы могут представлять опасность для человека, если выросли рядом с чертой города или возле крупных предприятий. Они способны накапливать в себе тяжелые металлы и токсичные соли в опасных для организма концентрациях. Если вдруг сомневаетесь о качестве данных грибов, также наличие токсических элементов в данных грибах, радиоактивных, можно непосредственно обратиться в лаборатории, различные, аккредитованные также в наш Центр гигиены, который непосредственно проведет лабораторно-инструментальное измерение в данных грибах содержания токсических элементов. Основная причина отравления – невнимательность при сборе грибов. Ядовитые имеют неприятный резкий запах и горький вкус, а у съедобных шляпка чаще всего трубчатая. Кстати, самый опасный – бледная поганка или, как ее еще называют, мухомор зеленый. До 90% случаев пробы заканчиваются летальным исходом. Молочное производство, выходные дни и международный кинофестиваль. Листопад придет в каждую область Белоруссии, что покажут в регионах. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Урожай зерна перевалил за 10 миллионов 200 тысяч тонн. Лучший показатель в низкой области. Продолжается обмолот кукурузы. Убрано 67% площадей, осталось 77 тысяч гектаров. Расчеты показывают, будет собрано еще около полумиллиона тонн. Республика расширила производство молочной продукции. Сейчас в ассортименте более 1800 наименований товаров, а значительная часть – сыры. Наши предприятия выпускают 380 сортов, готовы и к импортозамещению. Освоены итальянские рецепты – рикотты, крем-чиза, маскарпоне, моцареллы. На белорусских заправках появился новый вид зимнего дизеля. Он соответствует всем необходимым требованиям по качеству. Главное преимущество – в топливе не будут появляться кристаллы парафинов, которые могут создавать проблемы в работе авто. Выпуск продукта стал возможным благодаря модернизации нефтеперерабатывающих заводов. В стране утвердили график переноса рабочих дней в 2023-м. Так, за 24 апреля, понедельник, белорусы будут трудиться в субботу 29-го. Выходные ждут с 22-го по 25-е. За 8 мая выйти придется 13-го, вместо 6 ноября – 11-го. Организации с учетом специфики производства могут самостоятельно устанавливать другой порядок. Новый проект по старым чертежам в Бобруйске отметят 200-летие со дня основания собора Александра Невского. Литургия запланирована на 10.00. В 11.30 состоится заупокойное богослужение по почившим воинам, которое возглавит патриарши Экзархсия Белоруссия, митрополит Минский и Заславский Вениамин. Песнопение исполнит мужской хор Минского Всехсвятского храма. Адрес улица Теодора, Нарбута, 14. С Божьей помощью наше строительство приближается уже к завершению. 5 ноября, пользуясь моментом, приглашаю всех на наш праздник, на наш юбилей. Еще не один храм мы планируем построить, а вот и на территории монастыря, в честь Жировической иконы Божьей Матери, в честь воскресения Христова, Святых Жен Мироносец, чтобы был уже красивый, полноценный, такой достойный комплекс монастырский, украшением нашего города и всей страны. Восстановление храма началось еще несколько лет назад. Удалось построить точную копию здания, которое было заложено 23 октября 1822. Художественная утонченность, торжественная парадность, монументальность и обилие элементов декора – все сделано в стиле ампир. Сейчас здесь продолжаются работы по внутренней отделке и благоустройству территории. Санкции не помеха. Кафе «Пицца Браво» больше 70% продуктов заказывает у белорусских производителей. В основном это мука, сыр, молоко, мясо и овощи. Главное – качество соответствует цене. В меню свыше 40 блюд – вегетарианские и мясные. Подробности у Ольги Васенда. «Пицца Браво» радует изысками вот уже 17 лет. Несмотря на десятки конкурентов, вполне стабильно держится на плаву. Не сломили даже санкции. Раньше сюда доставляли импортные сыры. После введенных ограничений кафе перешло на белорусские аналоги. И не прогадало – 70% продукции от отечественных производителей. Это молоко, мясо, мука и овощи. Работаю в «Пицца Браво» я с открытия и не меняю место работы. Из-за того, что «Пицца Браво» считается лучшим заведением города. На протяжении этих долгих лет все стабильно, качество на высшем уровне. Те посетители, которые к нам приходили, кушали, возвращаются. Которые долго не были, через 5-10 лет приходят и говорят – все на том же высшем уровне. За последние два года не поменялось и количество сотрудников. О комфорте гостей здесь заботятся больше 20 человек. Все придерживаются правила – качество должно соответствовать цене. Есть и приятный бонус – в будни с 12 до 15 часов действует скидка 20% на все блюда. Мы готовим очень вкусные, сочные пиццы. Будем рады видеть вас в нашем заведении. В нашем меню больше 40 видов пицц. Также у нас есть на любые вкусы – и вегетарианские, и с морепродуктами, и мясные. Время ожидания – 7-10 минут. Даже если в заказе окажется 4 пиццы. Кафе работает по принципу максимальной открытости. Гости могут видеть, как готовится блюдо. При этом многие процессы автоматизированы. А все, что изготавливается руками, делается с любовью. Очень приятно, что сделали меню обеденное с очень хорошей скидкой. То есть реально ты можешь покушать за малые деньги, причем порции здесь очень даже большие. Я сегодня заказываю хинкали, сырное. Ожидание, что они будут очень вкусные. Кстати, захотите взять пиццу с собой и покушать дома? Пожалуйста, 5% скидки в подарок. Доставка бесплатная – 30 рублей. К тому же здесь можно отметить дни рождения и свадьбы. Для этого есть банкетный зал и возможность заказать индивидуальное меню. Кафе работает ежедневно с 9 до полуночи. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Юность, интеллект, будущее. Бобруйск присоединился к областной неделе технического творчества. Центр доп. образования развивает самые необычные направления – робототехнику, авто- и судомодельный спорт, 3D-моделирование и резьбу по дереву. Одно из самых популярных направлений – компьютерная графика. Принимают ребят с 10, однако есть и исключения. Двери учреждения открыты для всех одаренных детей. У нас ребята занимаются изучением программ CorelDRAW, After Effects, Photoshop и 3ds Max. Данные знания им пригодятся в будущем, кто будет работать с ландшафтным дизайном, с архитектурным дизайном. Кто-то пойдет в геймдев, будет создавать своих персонажей. Записать и себя, и ребенка на любое направление можно по адресу социалистическое 90. Принимают по разным направлениям с 4 до 30 лет. Главные критерии – желание учиться и развиваться. Всему остальному научат. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Риан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!